Привет, все дорогие! Давайте начнем сегодняшний ролик с приятных новостей. Все знают, что официальная 16 серия 10 сезона «Ходячих междуцов» выходит 4 октября в Америке. У нас это уже будет 5. Но позавчера стало известно, что канал AMC продолжит свою практику радовать подписчиков своего сервиса AMC Premier на 3 дня раньше, чем официальная премьера по телевидению. Для них серия будет доступна уже 1 октября. Для нас это, к слову, будет второе. Получается, что так же, как и раньше, российские зрители смогут увидеть, чем же закончилась война с кожелицами и кто же там умрет, скорее всего, уже 2 числа, когда серия станет доступна, скажем так, на полуофициальных ресурсах в не очень официальной, что ли, озвучке. Ну или в край, это может быть утро субботы 3 числа. Такие дела. Так что на всякий случай поставьте в своих ежедневниках дату 2 октября, когда мы сможем узнать, что же будет в финале битвы с кожелицами. Ну а этот ролик я посвящу пересказу того, что же случилось интересного в 10 сезоне и его анализу. Потому что многие из вас могли забыть за эти карантинные полгода без «Ходячих мертвецов», что же вообще случилось в 10 сезоне. Сезон начинается не с того места, где закончился 9. Прошла зима и, скорее всего, весна. У Розиты появилась како. Канг же никогда точно не говорила, сколько прошло времени, отмечая, что всего около нескольких месяцев. Все это время наши люди не сидели сложа руки, ожидая удара. Нам дают понять, что никто не смирился с положением примирения с дикарями. Поэтому все три группы занимались подготовкой к новой войне. Причем сделано это не абы где в лесу, а на побережье Оушенсайда. Уверен, что это не только потому, что об Оушенсайде кожалицы могут не знать, а они, скорее всего, знают из-за ярмарки. Это еще и потому, что океан – хорошее место для избавления от многотысячной орды. Вполне может быть, план Люка как раз таки и включал в себя отвлечение зомби именно туда. И в 16 серии мы увидим как раз его реализацию. В этой же серии из космоса прилетел советский спутник и, в принципе, пока он никак не пригодился для сюжета шоу. Точнее, конечно, он нужен был, чтобы показать дружное совместное тушение всеми группами леска. Ну и, конечно же, он стал поводом, чтобы пересечь границу альфовцев, и альфа начала бычить. Правда, позже выяснится, что некоторые детали со спутника пригодились для передатчика Юджина. Кэрол пришла с плавания с намерением сбежать вместе с Дэрилом, но в планы снова вмешался чертов спутник и, как снежный ком, приход шепотов вместе с ним. Затем Александрия несколько дней терпит нападение волн мертвецов на свои границы, но всех их получается отбить. В это время мы немного узнаем прошлое Альфа и Беты и то, как они встретились 7 лет назад. Альфа и Лидия единственные выбрались из того подвала 9 сезона. Отбиваясь, они находят, видимо, какое-то психиатрическое заведение и там встречают жуткого чудилу в маске. Альфа как кошка, защищает дочь, но странному чуваку она неинтересна. Он почему-то дает им возможность перекантоваться какое-то время, возможно, потому что учуял в Альфе силу. Затем же нам показывают, как шепоты прятали мертвецов. Оказывается, они использовали для этого здания и парковки под ними. Снова флэшбэк и будущий Бета не любит, чтобы другие пели и в будущем мы узнаем даже почему. В серии же нас знакомят с двумя сестрами, одна из которых как раз-таки оставила младенца в прошлом сезоне на съедение, но его подобрала Кони. У нее случаются периодические трипы и ведет она себя крайне нестабильно, отчего Бета начинает вычить, но и здесь в дело вступает Альфа и неожиданно жаливается над несчастной. Это специально делается, чтобы показать в чем-то схожесть ее и Альфы. Альфа никому в группе не рассказывала, что Лидия осталась жива и это роднит ее с девушкой. Бета просекает, что это не просто так и выпытывает у своей начальницы правду, после чего Альфа обещает ему все же убить дочку. Во флэшбэке Альфа помогает Бете расправиться с мертвецами и это окончательно располагает его к ней. К слову, нам наглядно показывают, что Альфа, так же как и Рик когда-то, просекла здесь, что внутренности ходячих могут служить хорошей маскировкой. Альфа по неосторожности убивает какого-то мертвеца, который был очень важен для Беты и тот звереет. Но она, будучи тонким психологом, находит и здесь очень интересный выход и снимает с мертвеца кожу, чтобы Бугай надел ее на себя. Так она примеряет его с собой и он же не чувствует себя одиноким. Альфа отправляет Гамму передать сообщение о стрелке у кольев. Стрелка происходит и чуть не оканчивается потасовкой. Но Кэрол успевают остановить. Альфа говорит, что палатой за их пересечения границ станет кусок земли и наши уходят с поджатым хвостом. Кэрол начинает чудить, от таблеток и бессонницы ей начинает что-то видеться. Но вместе с этим Альфа и вправду отправляют несколько шепотов следить за Александрицами. В бывшем питомнике для животных Кэрол попадает в ловушку, но ей получается выпутаться и убить всех мертвецов и ходячих. Но в то же время ей никто так и не верит, что она реально видела Альфовца. Мы же зрители тоже все еще не знаем, что это за таблетки и кто ей их дал. Может быть Данте? Хилтоп тоже терпит нападение, когда сначала на общину падает дерево, а затем через дыру в заборе внутрь также начинают проникать ходячие. Нападение отбивают, но к вечеру дыру не успевают заделать и на общину нападает новое стадо. Однако вовремя поспевает помощь из Александрии во главе с Мишон и компания успешно его отбивает. В самой же Александрии мы узнаем, что Лидию травят за ее мать и с ней не общается никто. Все это приводит к тому, что ночью ей хотят даже устроить темную, но Ниган нечаянно убивает одну из негодяек и его конечно же решают судить. Но не тут-то было, поскольку вместо нашего бати на утро в тюряшке Святоша находит фиг с маслом. Караул, катастрофа, что же случилось? Но про Нигана как-то все быстро забывают, потому что надо помогать друзьям из Хилтопа строить забор да лечить ноунеймов. Поэтому туда приезжают Дэрил с Сидиком, но вот же ж беда, в Хилтопе теперь еще и пропала Келли. Оказывается проказница решила таки свалить с друзьями по-тихому от конфликта с кожелицами и припрятать запасов. Но падает в яму и теряет сознание. Сестра Кони ищет ее и берет с собой Дэрила. Сестру находит, а заодно и Магну, и их грязный план раскрывается. Нигана же находит ноунейм Брэндон, который оказывается его давним фанатом из-за папки Спасителя. Но Нигану он по чесноку как-то нафиг не сдался, и он ищет только лишний повод от него избавиться. Но судьба их сводит с рандомными матерью и сыном, и у Нигана буквально вырастают крылья. Он рассказывает пацану про самолет, и в этот момент он буквально самый счастливый человек апокалипсиса. Но все рушится, когда ублюдок Брэндон не уходит, а тайком убивает и женщину, и ребенка, и у Нигана снова опускаются руки. Он, конечно же, приканчивает урода и с презрением смотрит на него, как на плод своих рук, потому что Брэндон был его фанатом. Ему ничего не остается, кроме как пойти по заранее намеченному плану и прийти к шепчимся. На следующий день Кэрол уходит в лес, как бы на поиски Нигана, но за ней увязывается Дэрил. План поисков Нигана резко меняется на поиск Орды. В это время Ниган вполне успешно притирается у шепчихся, и это явно не нравится Бетти. Параллельно в Александрии все начинают постепенно чем-то болеть, ну а Юджин находит родственную душу по радиоточке. Дэрил и Кэрол же ловят языка у шептунов и приводят в лагерь. Пленник наотрез отказывается говорить хоть что-то Кэрол и его решают пытать. Тот упоминает, что Альфа пожертвовала ради них своей дочкой, поэтому он ни за что не сдаст, где Орда. Параллельно с этим Арон знакомится с Гаммой и постепенно сдруживается с ней. Окончательно Гамма переходит на его сторону, когда узнает о состоянии живости Лидии и говорит про поляну с мертвецами. Сидик наконец одопетривает, из-за чего травятся все люди и видит согнутый кран. В одном из трипов он соображает, почему род Данте ему был знаком и что именно Дантес был с другими гнилолицами в том самом роковом сарае. Данте убивает Сидика и очень быстро раскрывается как шпион. Именно он согнул кран с водой и писал всякие гадости на стенах в Александрии. Габи в порыве мужества убивает Дантеса, ну а наши находят пустоту вместо Орды на поляне и уловкой попадают в пещеру с ходячими. Правда пещера оказывается не самым страшным местом, где они были и все крайне как-то благополучно проходят испытания внутри нее. Лишь из-за глупости Магны она и кони оказываются заваленными там. Дэрил решает искать второй вход пещеру, но завидев Альфу забивает на старый план и начинает пытаться убить ее. Это почти получается, но обои оказываются сильно ранены и теряют сознание. В итоге Дэрила спасает Лидия. А в это время Бета Вурхис по непонятно откуда взявшемуся подземному проходу ночью устраивает вечеринку в Александрии. И не страшно так убивает кучу ноунеймов, в числе которых Лора. Он забирает Гамму, но на пути их догоняет смелый батюшка с дробовиком и Бета сбегает сам. Альфа дает Нигану право с собой переспать, а потом начинает готовить нападение на Хиллтоп. Ниган предлагает пойти более мирным путем и предложить группам преклонить колено, но у Альфы другой план. Ниган же даже поначалу соглашается с ним и предлагает использовать старые фокусы с перекрытием дорог. Начинается эпичнейший ночной махач с огнем и стрелами, за который не стыдно, но по итогу никто важный не погибает. На утром все сосредотачиваются по небольшим группкам в лесу. Дед из Хиллтопа оказывается укушен, но зато он спасает детей. А потом его добивает Джудит, тем самым превращаясь окончательно во взрослую. Ниган же всю серию будет пытаться найти в Альфе остатки материнских чувств к Лидии и даже расскажет про умершую от болезни жену, но ничего не поможет и он таки выполнит наказ Кэрол. Кэрол получит голову и насадит ее на кол для Беты. Юджин же осмеливается и наконец рассказывает про группу из Огайо и о девушке, с которой он общался. Все решают, что ему стоит поехать еще с несколькими людьми к ней. Бета же окончательно по ходу сходит с ума и включает свою песню и слушает ее, тем самым сводя всю Орду вместе. И да, он еще срезал с головы Альфы немного кожи для апгрейда своей маски. Придя в Александрию, он ничего не нашел и пошел оттуда искать счастье. Но проклятая кошка из больницы все же выдала, где прячутся все наши. Ну а Юджин со компанией, проходя через город, встречают там веселую, но уставшую от одиночества принцессу и берут ее с собой. Мишон же отправилась за оружием с Вёрджилом на остров, но все это был коварный план Шизика, чтобы не быть там одному. Но Мишон сворачивает его в крендель и тот идет на ее условия. Рызкая в трюме корабля, Мишон находится в сапоге Рика и айфон с изображением нынешней Джудит. После этого она сообщает Джудит, что не вернется и пойдет искать храбреца. На мой взгляд, к слову, эта серия оказалась самой слабой в сезоне, потому что в ней ощущалась неправдоподобность принимаемых решений. Начиная от решения Мишон одной поплыть с неизвестным чуваком на остров и заканчивая ее решением бросить детей во время намечающегося большого конфликта. Итого, уже сейчас, осмотрев все 15 вышедших серий этого сезона, я могу с уверенностью сказать, что он мне да нравится. Есть ощущение, что все действие в нем развивалось как-то постепенно и с убыстрением с каждой серией. Причем, на мой взгляд, первая половина как раз-таки здесь смотрится для раскрытия внутренних переживаний самих героев сериала и неуверенности в том, как же жить дальше с кожелицами. Но начиная где-то с 8 серии и раскрытия шпионства Данте, эта уверенность уже стала стопроцентной и все поняли, что с шепчущимися рядом жить нельзя. И авторы все больше стали уходить от раздумчивости как раз-таки к экшену и действиям. И проработки хороших боевых сцен, которые были во второй половине, за что их очень можно похвалить. Осталась только 16 серия. И на мой взгляд, даже если она выйдет посредственной, она уже вряд ли оставит какой-то сильно жирный след на всем 10 сезоне, чтобы я в конец мог сказать, что он все же вышел плохой. Продолжение следует...